МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Назначить на должность. В республике формируется новый состав кабинета министров. Сила стихии. Чувашию ликвидирует последствия шквалистого ветра. Танцевальная фиеста. На льду Чебоксара-арена прошло первенство ПФО по бальным танцам. Главные новости последних дней. Формирование правительства республики. Сегодня глава Чувашии подписал указы о назначении ключевых министров. Одним из первых стало назначение министром финансов Светланы Янилиной. В ходе протокольной встречи Михаил Игнатьев и Светлана Янилина обсудили выполнение бюджета республики за 9 месяцев. В частности, на 3% увеличилось поступление налогов на прибыль. При уточнении бюджета, которое как раз на днях у нас прошло, мы пересмотрели свои доходы и, соответственно, пересмотрели свои плановые показатели. На сегодняшний день, что касается расходов, мы осуществляем все в плановом режиме. У нас нет задержек ни по одному виду расхода. Если, что касается социальных выплат и зарплат, они все своевременно. Даже мы в прошлом месяце даже с опережением немножко отдали. Касаясь создания ветеранов труда, то, что по этому году мы все те решения, которые обещали нашим ветеранам от трудового стажа, приняли. Социальные выплаты через главного строительства, министра финансовых средств получателей получают своевременно. Нет там никаких избавок? Да, все своевременно получают. На своем посту остается и Олег Марков. Он по-прежнему будет отвечать за строительство, архитектуру и жилищно-коммунальное хозяйство республики. Во время рабочей встречи глава Чуваши обсудил с Олегом Марковым выполнение планов жилищного строительства. Несмотря на общероссийские тенденции, в республике удалось сохранить темпы строительства. По итогам восьми месяцев рост составил 105%. Почти половина вводимых квадратных метров доступна эконом-класс. Успешно выполняется программа «Жилье для молодой семьи». Олег Марков доложил и о начале отопительного сезона. Отопительный сезон у нас уже практически в 10 муниципальных образованиях начат был. Еще до выходных дней. На этой неделе все остальные муниципальные образования отопительный сезон начинают. В целом хочу сказать, что котельные у нас запущены порядка 25%. Отделы дошкольного образования где-то на 50%. Общее образовательное учреждение, они тоже уже сегодня где-то на 25% запущены. И отделы культуры, значит здравоохранения, они сегодня уже более чем на 20% тоже запущены. Сейчас очень активная работа ведется. В том числе большая работа была проведена и под городом Чебоксары. Это за субботу и воскресенье. Практически, я думаю, к концу недели мы должны найти такой нормальный отопительный сезон. Перспективы выполнения действующих программ в области экономики и промышленности глава Чуваши обсудил с Владимиром Аврелькиным. Он также сохранил свой портфель министра. Я надеюсь, что мы не вылетим из той десятки, которые попали из агентства развития инициатив по созданию благоприятного климата. Это позволит нам, как часть нормотворчества, в качестве исключения бюрократических барьеров, развивать бизнес. Они сейчас все не остаются. Наша задача сохранить, улучшить ситуацию для того, чтобы бизнес развивался. И второе, это мы, вот эти высокопроизводительные рабочие места, вот эта доля валового регионального продукта увеличивает, конечно, добавленная стоимость в выпускаемых изделиях. Так вот, для того, чтобы увеличить эту добавленную стоимость, нам нужно сегодня повышать производительность труда, обновлять технологические предприятия малого бизнеса. И именно в эту сторону мы сместили акценты поддержки предпринимателей. В числе сохранивших свои посты министр образования и молодежной политики Владимир Иванов и министр юстиции Надежда Прокопьева. Есть в правительстве и новые лица. Среди вновь назначенных министров Сергей Артамонов, до недавнего времени руководивший управлением в администрации главы республики, а еще раньше возглавлявший администрацию цивильского района. С этого дня он министр сельского хозяйства. Михаил Игнатьев отметил его заслуги на различных управленческих постах. Задачи придется в перспективе решать сложные. Об этом вы сами, наверное, думаете, чувствуете. Ибо вопросы продовольственного обеспечения сегодня вышли на первый план. Мотивации хорошие для земледельца, для сельского хозяйства. Полагаю, что вы справитесь с теми поставленными новыми задачами перед земледельцами, перед целым агропромышленным корпусом. Спасибо за продолжение, Михаил Иванович. Я постараюсь сделать все для того, чтобы сделать так в нашей аграрной республике, так как мы понимаем, что 40% у нас жителей проживает в сельской местности. Я постараюсь все сделать так для того, чтобы им качество жизни населения улучшали и повышались. А Сергей Павлов, освобожденный от должности министра сельского хозяйства, сегодня же был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии. Эта сфера деятельности хорошо знакома ему по предыдущим местам работы. Теперь новому руководителю предстоит присоединить к доверенному ему ведомству государственную охотно-репслужбу. Будем работать для того, чтобы недр Чувашии и природу Чувашии сохранить. Миссия ответственная, чтобы по использованию лесных участков, лесных выходов, недр, чем мы богаты в Чувашской республике, чтобы была проведена работа прозрачно, публично, открыто, соблюдая все нормы законодательности. Заменные в команде Минспорта Чувашия возглавил ведомство Сергей Шултухов, бывший заместитель министра. Перед новым членом правительства глава республики поставил приоритетную задачу – развивать в республике профессиональный и массовый спорт. Работа по подготовке спортивного резерва продолжается. Мы сейчас в октябре завершили прием детей в спортивную школу. У нас по прошлому году было 37 тысяч занимающихся. В этом году прибавку мы ощутим, наверное, где-то 38-39 тысяч мы наберем. Михаил Агнатьев отметил, что новый министр должен держать под личным контролем ход строительства крупных спортивных объектов. Они должны быть открыты точно в срок. Медриковалев и Асиль Мухаммедов. Республика. Шквалистый ветер, бушевавший на территории Приволжского федерального округа, к сожалению, задел в прошедшие выходные и Чувашскую республику. Силу ветра почувствовали все муниципальные образования. Больше всего пострадали Канажские и Яльчихские районы. С обсуждения ситуации началось еженедельное совещание у главы Чувашии. Из-за порывов ветра были оборваны линии электропередач. Особенно пострадали уличные сети. В итоге почти в 80 населенных пунктах отключена электроэнергия. Ремонтно-восстановительные работы начались еще вчера. Ветер был сильный, до 30 метров в секунду. И ремонтно-восстановительные работы были организованы практически начиная с 15 часов в пятницу. Основной ущерб – это, конечно, от сырёва кровли, других конструкций, зданий, сооружений. В итоге по республике у нас 8 социальных объектов пострадали, 28 личных подсобных хозяйств и плюс 5 многоквартирных домов. Это Шихазан и Канажский район, где 114 квартир, у нас 270 человек, в том числе 67 детей. Социально значимые объекты больше всего пострадали. Это, конечно, педагогический колледж, город Канаж, кровли 400 квадратных метров. Остальные не такие, они значительные. Надо отметить, что работы были организованы своевременно, оперативно, взаимодействие было полное. 31 бригада, 150 человек и большое количество техники были задействованы в организационных работах. К утру понедельника осталось лишь три населенных пункта, где еще не полностью восстановили электроснабжение. А уже в ближайшие дни в Чувашии высока вероятность снегопадов и гололедиц на дорогах. Так что, несмотря на столь ранние сроки, синоптики настоятельно рекомендуют автолюбителям переобуть своих железных коней. На еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали и доступность государственных услуг. Существует схема размещения многофункциональных центров в городах и районах республики. По нормативам на территории Чувашии должно быть создано 28 МФЦ, в которых будут работать 236 окон и 232 окна на базе модельных библиотек. Госуслугами должно быть охвачено 90% населения. По данным на октябрь, в Чувашии работают 27 многофункциональных центров, в которых открыты 172 окна. 232 функционируют на базе библиотек. Таким образом, доступны сетью. Госуслуг охвачено 71% населения. По городу Чебоксары, поскольку из-за популярности МФЦ и отсутствия достаточного количества окон, мы сегодня, к сожалению, не выдерживаем один из тоже важных показателей. Это 15 минут, ожидание в очереди в среднем нас достигает 21 минуты. И для того, чтобы расширить перечень окон, для того, чтобы расширить возможность предоставления услуг, значит, на дополнительном офисе Сбербанка было создано 4 окна. Кроме того, в текущем году было создано на базе филиала Федеральной кадастровой палаты 6 окон. Ну и вот запущен проект по строительству МФЦ в Калининском районе, который позволит нам перекрыть показатель. В напряженном графике работают в столице республики. В районах показатели доступности услуг МФЦ чуть лучше. Муниципалитеты направлены средства. Там сейчас закупают технику и обучают персонал. По словам Владимира Аврелькина, успешно выполнили задачу по обеспечению доступности госуслуг Канажский, Шимуршинский и Яльчикские районы. А вот в Ибресинском, Маргаушском и Ядринском работа под угрозой срыва. Кроме того, сейчас во всех действующих многофункциональных центрах идет так называемый ребрендинг. Все МФЦ станут работать под брендом «Мои документы» и будут предоставлять комплекс услуг по жизненным ситуациям. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Казалось бы, чего проще? Большое предприятие покупает у небольшой компании комплектующие или детали, необходимые для выпуска сложных изделий. И крупному бизнесу хорошо, и малое предпринимательство чувствует себя уверенно. Однако на практике успешная кооперация встречается крайне редко. И причины называются самые разные. Предприниматели жалуются, что большие заказчики навязывают им неприемлемые условия и требуют снижения цены даже ниже договорной. У крупного бизнеса свои претензии. Между тем, в условиях санкций российским производителям приходится отказываться от зарубежных поставщиков и искать новых на родине. Поэтому на малый бизнес, как на наиболее мобильный сектор, смотрят с надеждой, поскольку речь идет о сохранении доли России в мировой экономике. В прошлом году «Большая двадцатка» в Брисбане установила амбициозную задачу повысить темпы мировой экономики на 2% по сравнению с существующей траекторией. А сейчас средние мировые темпы как раз 3-4%. То стало быть, если вдруг другие страны выполнят эту задачу, то нам надо не 3-4, а 4-5 хотя бы процентов в год, чтобы удерживать свою долю. И действительно на малый и средний бизнес тут ложится особая нагрузка, поскольку по многим оценкам, и даже не оценкам, а по факту во многих странах, мы видим, что малый бизнес обладает целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с крупными компаниями. Высокая адаптивность, гибкость и так далее, и так далее. Но нам самое главное в нашей стране действительно не, чтобы реализованы были эти потенциальные конкурентные преимущества, надо создать благоприятную среду для того, чтобы малый бизнес чувствовал себя комфортным. Большое внимание было уделено обсуждению роли и задач федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Напомним, указом президента страны она образована в июне на базе агентства кредитных гарантий. Говорили и о совершенствовании законодательной базы, и о закреплении понятий инновация, и о консолидации мер государственной поддержки. По мнению участников разговора, именно в таких спорах рождаются истины. Основная задача для нас, это, да, это первое, это почувствовать новое веяние в политике, в экономике с первых уст. И второе, решить с этими влиятельными людьми, с министрами, компаниями крупными, проблемы региона, проблемы нашего региона, нашей республики, ну, которыми мы там успешно справляемся. Сегодня день учителя. В этом учебном году в школу пошли около 15 миллионов россиян. Ребятам еще предстоит узнать, как извлекается интеграл, где находится эмикон и какой химический состав, например, у соды. Все это рассказывают и показывают люди, для которых учить и воспитывать – настоящее призвание. С 1994 года, 5 октября, преподаватели, учителя и воспитатели всего мира принимают поздравления. В Чувашии более 11 тысяч педагогов, которые работают как в столичных школах и вузах, так и в районных. Около 15 из них – молодые специалисты. Учитель – это призвание, вы несете светлое своему ученикам. Каждый из нас ходил в школу, каждый из нас встречался со своим учителем и пронес любовь к педагогам через всю свою жизнь. Сегодня правительством республики, правительством Российской Федерации большое внимание уделяется развитию школы. Треть бюджета Чувашской республики – это образование. Почетное звание заслуженные учителя Чувашской республики присвоили Альбине Майриной, учителю русского языка и литературы в Батаровской школе номер один. В школу Альбина Николаевна решила идти, вдохновившись работой любимой учительницы. С годами выяснилось, что выбор сделан верно. От детей заряжаешься позитивом. Они помогают тебе, ты им помогаешь. И в этом содружестве получается какой-то результат. Самое главное – это воспитать человека. Не столько давать знания, а сколько воспитать в наше сегодняшнее такое достаточно сложное время людей, на которых мы можем опереться. Самой интересной частью праздника стал финал второго республиканского конкурса учительских хоровых коллективов. В нем приняли участие 14 хоров победителей окружного этапа конкурса. Как признаются участники конкурса, победа здесь не главная. Это уникальная возможность пообщаться преподавателям из всех уголков республики. Судя по всему, педколлектив гимназии номер 4 имеет серьезные шансы на победу в конкурсе хоров. Музыка нас связала. Это не только популярная песня, но и целый проект. В день учителя педагоги этой школы решили удивить коллег, учеников и родителей своим творчеством. Здравствуйте! Доброе утро! С праздником! Старшеклассники 4 гимназии выстраиваются в живой коридор каждый год. Но этот день учителя отличался от других. Педагоги школы подготовили ответный сюрприз. Организовали необычный концерт. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасти и взлет. Ну, так дома, в семейном кругу, конечно, мы поем. Но сегодня у меня первый опыт вот на такой большой сцене. Выступала, конечно, волновалась, но надеюсь, что все получилось. Быть настоящим артистом непросто. Надо много репетировать, подбирать костюм, записывать фонограмму. И на все это учителя нашли время. В ответ – овации учеников, которые теперь зауважали своих наставников сильнее. Кто-то выбрал сольную песню, кто-то объединялся в дуэты. Появился в школе и педагогический ансамбль. Меня сегодня удивили все, поразили все. Оказывается, у нас такой талант вблечет в нашем коллективе. Истинно горжусь своими педагогами. Директор школы тоже подключилась к проекту и исполнила песню дня. В день учителя музыка действительно связала вместе учеников, родителей и учителей 4-й гимназии. Совсем скоро здесь планируют выпустить компакт-диск с песнями педагогов. Вот так в школе появилась новая традиция. Мы сегодня учителям подарили песню про мечту. И пусть у всех учителей мечты сбываются! Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. О дизайне не стоит говорить, его надо видеть. В Чувашском государственном художественном музее работает 5-я международная выставка дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства «Шубашкарт-15». Участниками фестиваля в этом году стали художники из России, Дании, Израиля, Канады, Белоруссии и Польши. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. В этом году международная выставка дизайна посвящена сразу нескольким важным событиям. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России и Году Константина Иванова в Чувашии. Открыла фестиваль фолл-группа «Дуняша стайл». Участники фестиваля смогли увидеть коллекцию дизайнерской одежды «Каникулы в деревне». Пластья для отдыха и народные костюмы продемонстрировали ученики школы модельного агентства. По словам модельера Зинаиды Маштановой, идея создания коллекции совместно с дизайнером вышивки Рина Ежергеной была взята буквально из бабушкиного сундука. Сочетать современный покрой одежды с этническими элементами в шитье оказалось не так уж и трудно. Современная одежда сочетается с вышивкой. То есть это в принципе все мировые звезды сейчас одеваются вышитые вещи. То есть поэтому нисколько не сложно. Дизайн как понятие комфорта, удобства и уюта существовал во все времена. Но именно сейчас он, по мнению специалистов, переживает второе рождение. Картины, авторские плакаты, инсталляции. Так называемые умные вещи, они окружают нас повсюду. Если было такое выражение, раньше популярное, что красота спасет мир, я так думаю, что, наверное, сегодня правильнее будет говорить, что дизайн спасет мир, потому что дизайн создает красивые, удобные вещи. В экспозиции представлены работы призеров и победителей таких конкурсов, как «Россия. Третий путь. Золотая блоха. Дизайн плюс дебют». Участники выставки современного плаката «Поэзия плюс дизайн» привезли в Чебоксары лучшие авторские экспонаты, посвященные юбилейным датам Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского. Особенную гордостью организаторов фестиваля вызвал тот факт, что на выставке есть работы учеников профильных вузов России. Уже состоявшиеся художники отмечают, что студенческие проекты достойно выглядят на фоне произведений зрелых мастеров. Ведь подобные мероприятия, по большему счету, проводятся ради них, чтобы молодое поколение дизайнеров росло и развивалось. Неформальное открытое общение в среде профессионального сообщества рождает новые идеи и оригинальные решения. Вы знаете, подобные фестивали проводить очень важно, чрезвычайно. Во-первых, это фейерверк, праздник. Это такой сгусток творческих идей, которые мы черпаем друг у друга. На одной площадке художественного музея собраны все самые интересные произведения зарубежных российских чувашских дизайнеров, архитекторов и художников декоративно-прикладного искусства, выполненные в течение последних лет. Здесь будут интересны не только знатокам, но и дилетантам от искусства. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. В Перми завершился второй групповой этап Кубка России по баскетболу. Там участвовала и команда «Чебоксарские ястребы». В трех матчах наша команда одержала одну победу. Таким образом, ястребы завершили выступление в Кубке России и начинают усиленную подготовку к чемпионату Суперлиги. 12-13 октября пройдет выездной тур «Саранские» против команды «Рускон-Мордовия». Вместо льда паркет, вместо фигуристов и хоккеистов – танцоры. В минувшие выходные в ледовом дворце Чебоксары-Арена состоялось первенство Приволжского федерального округа по бальным танцам. Наблюдала за соревнованиями Ольга Пырочкина. Эти молодые люди точно не постесняются пригласить девушку на танец. А их дамы знают, на паркете важны не только платье, прическа и танцевальная вариация. Еще осанка и улыбка. Начали первый соревновательный день самые маленькие. С утра отборочные туры и только ближе к вечеру финал. Александр и Амелия из Перми в перерывах между выходами на паркет не скучают. В свои 9 лет к подобным марафонам спортсмены привыкли. Я сказала маме, мама, давай я как сестра пойду танцевать на танцы. Хочу быть потянутым мальчиком. И вот она меня поговорила с тренером. Сейчас я 3 года танцую уже. Мой любимый танец – самбо, потому что в нем как-то все в ритм, как-то все красиво. Ребята из Казани каждую свободную минуту стараются оттачивать движение. В итоге на чебоксарском турнире они в финале. Мы приехали сюда, как сказать, обкататься, что ли. Это наш первый турнир в этом сезоне. Я сначала хотел пойти в музыкальную школу, пошел туда, на гитару хотел пойти. А там мне оказалось место, пошел по специальности баян. А там мне сказали, надо укреплять мышцы спины. Сказали, либо плавнее, либо танцы. Я выбрал танцы, и вот так вот все сложилось. Пока дети на паркете за танцевальной площадкой пьют валерьянку родители. Каждый турнир для них большие затраты. Индивидуальные тренировки, костюмы, профессиональную обувь – все стоят недешево. Но финансовое бремя не самое тяжелое. Одно скажу, это очень тяжелый труд, очень. Ну, особенно детям тяжело. Но мы, как бы, это очень волнительно. Для нас это самое главное – очки заработать, чтобы перейти в следующий класс мастерства. В Пермь, Казани еще 20 городов танцевальная фиеста собрала в столице Чувашей танцоров со всего ПФО. Мы проводим в 16-й раз турнир подобного плана. Это первенство и чемпионат Чувашской республики. В рамках этого турнира мы уже проводили не одно первенство Приволжского федерального округа. То есть в разных возрастах. Юниоры были и дети. И юниоры два. И вот построилась ледовая арена. И впервые в ледовой арене мы проводим турнир с расчетом на международный уровень. Чебоксарские танцоры на паркете выглядели достойно. Судьи отметили, наши спортсмены – хорошие конкуренты и казанцам, и нижегородцам, и даже москвичам. Нередко танцоры из Чувашии попадают в сборную страны. Завершилась танцевальная фиеста поздним вечером в воскресенье. Уже в понедельник танцорам снова на тренировку. Кого-то ждут поздравления, кого-то нагоняя тренеров. И они будут стараться еще больше, чтобы в итоге получить заветные медали и кубки. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. А уже сегодня в Ледовом дворце Чебоксара-арена прошло другое мероприятие. И связано оно с хоккеем. Всем известно, чтобы стать большой звездой, необходимо тренироваться с раннего детства. Именно поэтому знаменитый тренер по хоккею Анатолий Тарасов еще в 1964 году решил, что необходимо организовать турнир среди детских хоккейных команд «Золотая шайба», чтобы было из кого растить мастеров. Сегодня «Золотая шайба» – это не только спортивное состязание, но и всероссийский проект поддержки массового детского и юношеского хоккея. Сегодня в Чебоксара-арена проходит семинар для республиканского тренерского состава по хоккею, работающего с детьми до 14 лет. На занятия прибыли 30 тренеров из Чувашием и 8 из Мариэл. В программе теоретические и практические уроки по психологической подготовке маленьких спортсменов и конструктивная организация тренировок. Всего подобные мероприятия пройдут практически во всех регионах ПФО. А в общей сложности семинар соберет около 400 тренеров детских и юношеских команд. Главное управление МЧС России по Чувашии сообщает, что 6 октября в 10 часов и в 10 часов 30 минут будут проверены электросирены систем оповещения. Население просит во время проверки не прерывать своих занятий и работ. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин